Все хорошее в моей жизни началось с этого камня. Я настолько могу рассказать историю моей жизни, вы удивитесь. Мне было 13 лет, это 50 лет тому назад, у меня 63 года будет, вот в сентябре. 50 лет тому назад, когда я пошел со своими подростками и знакомыми купаться у Росмартаней, протекая через Росмартан, очень такая бурная горная река, которая называется Мартанка. Только залезли в воду, я наткнулся ногой на этот камень. И когда он нагнулся, взял, я увидел, поднял, посмотрел, я был удивлен. Посмотрите, что в этой камне было. Это что вы видите здесь? Морская звезда, да? Это морская звезда. И когда ты этим камнем пошел домой, мне хотелось показать отцу своему. Мне казалось, что мой отец, это второй бог, он что знает? Мне быстрее хотелось показать этот камень. Я показал ему как раз. Он занимался домашними делами, когда я пришел к нам. Я ему показал, он посмотрел, говорит, да, говорит, этот необыкновенный камень, говорит. Ты знаешь, говорит, сынок, здесь весь Кавказ когда-то находился на дне моря. Это, говорит, камень, говорит, он сразу сказал, это морская звезда. И там, где ты нашел этот камень, он сказал, если будешь хорошо искать, то будешь находить еще очень много таких камней. И вот с тех пор, в 50 лет я собираю камень, и как вы думаете, 97 лет я прошел и собрал 1705 камней. Это не просто камень, это морские окаменевшие моллюски, которым 65 миллионов лет. Посмотрите, пожалуйста, вот эти камни, это морской аммонит. Где попало, эти камни нету их, нету их, надо искать. Если длиною 50, я их искал, приносил, представьте себе, сколько мне терпения нужно было, сколько времени нужно было, чтобы вот столько собрать. Морской аммонит, смотрите, вот морская улица, морская устрица, морские осьминоги, морские ежики, посмотрите, морская змея. Как, посмотрите, вот этот камень, сколько там улиток, смотрите. Вот морской аммонит маленький. Вот в этом камне, смотрите, вот с той стороны отпечаток. Медуды 700 миллионов лет. Смотрите. Ну, меня еще говорят. А самый любимый твой камень какой-то. Я сразу же не задумываюсь, говорю, все имели любимые. Ну, самый любимый камень, вот этот камень, сердце. Видите? У нас есть сердце Чечни, мечеть, очень красивый, необыкновенный мечеть. Есть еще много-много красивых мест, которые называют сердце Чечни. Но вот этот камень, аналогов, в мире нет такого камня, вот этим сердцем. Она сама, как сердце, камень. И еще вот этот, посмотрите. И когда я нашел этот камень, вы знаете, все эти камни, я находил у нас горные реки, они прозрачные, очень чистые. Ширина иногда бывает 7-8 метров, вот, например, вот вода там, все там видно. И вот я, когда искал эти камни, ходил вот по этой воде, ширина 7-8 метров, слева, справа, на метр глубиной. И когда я увидел своими глазами вот это сердце, вот этот камень, я упал на колени от радости, благодарил Аллаха, что мне подарил такой невыкновенный камень. У меня не было машины, чтобы я мог ее забрать. Я вернулся домой, вдруг сразу же пошел, его дома не оказалось, у него жигулик, старая машина была. Ночью, когда он пришел, я ему рассказал, сказал, я оставил камень необыкновенный, нашел, надо поехать его забрать. Ночью я хотел поехать, он, говорит, не захотел, давай, говорит, утром поедем рано. Когда утро наступило, конечно, всю ночь не спал, мне казалось, как будто кто-нибудь украдет мой камень. Бабушка говорит, спи, чего ты не спишь, туда-сюда ходишь. Я говорю, вот такой вот камень, красивый камень, я не смог его забрать. Я сейчас боюсь, что я кто-нибудь заберет. Ох, какой ты глупый, говорит, кому нужен твой камень, говорит. Это же не золото, чтобы ее забирать. А я боялся, что он его заберет. Утром поехали, забрали этот камень, теперь она занимает и детей этих камней достойное место. Вот оно, мое сердце. И вот эти, смотрите, вот вулкаристские лавы, морские кораллы. Все это, как я вам сказал, юрский период, 65 миллионов лет тому назад. Есть и я говорю, есть и такой, я не родился бы на этот белый свет, наверное, они 65 миллионов еще лежали бы, наверное. И нашелся вот такой глупец, который начал искать эти камни, начиная этого маленького камня. И еще что удивительно, что за 50 лет, сколько я хожу по воде, ищу эти необыкновенные камни, я ни разу не встретил человека, такого, как я, что я всегда мечтаю. Может быть, когда-нибудь я увидел человек, идет на встречу меня, ищет камню. Я с ним поздороваюсь, ассалам алейкум, что ты делаешь? Он скажет, я ищу камни. Я говорю, я тоже ищу камни. А что ты за камни ищешь? Вот такие, я тоже такой же, как и ты. Я бы этого человека обнял от всей души. Но такого я еще не нашел. Поэтому я всегда думаю, когда-нибудь, может быть, будет вот такой человек, как я, что он искал камни, собирал камни. Ну, ища вот эти камни, я находил вот такие камни. Смотрите, это ручная работа, посмотрите, меричь и жернава. Посмотрите, вот какой необыкновенный камень, вот это. Это, как вы думаете, что может быть? Холон на такой вот. Это, ассалат, видели, дорожный каток? Да. Это дорожный каток Кабанского периода. Тридцать полнотысячи лет до нашей эры. Этот каток тоже я нашел в воде. Посмотрите, каменный корык, тоже нашел в воде. Вот что вы видите, все. Разный век. Хотя по интернету всего у нас на территории Ченской республики 73. А я прошел в 97. Из них три реки, самые крупные, там больше находил вот такие небосвятные камни, которые текут в море. Черное море, в основном Каспийское море, это Аргун, Терек, Сунжа. Вот эти три реки и прямо попадают в Каспийское море и Черное море. Вот посмотрите все эти камни, удивительной красотой. Я каждый день поливаю. Знаете, почему поливаю? Потому что у нас легенда гласит, эти камни лежат в воде, я не имею нарушить их покой. Миллионы лет они лежат. Я если забираю воды, я должен обещать, что я за вами буду ухаживать, буду поливать водой. Вы будете для меня всегда, как вот, да, 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 как вот, как вот вы будете нагодиться у меня, как будто, нуждаться, да, нуждаться в воде не будет. Вот я провел воду, каждый день поливаю, когда жара, три раза, четыре раза водой поливаю. А вот эти кориты у нас принято, чтобы они всегда были заполнены, их называют у нас Ноем. Ноем, почему, знаете, Ноем? Потому что мы это, мы читаем себе потомками Ноя, и вот эти кориты у нас называют Ноем. Почему? Потому что вот только вот такой вот, но это все было именно вот в таком. Ну, они были крупные, 350 метров длина, 150 челина. Они просто такого огромного, можно сказать, размера были. У нас всегда называют, имена дают детям, имена героев. Вот для нас этот герой, Ноем, и наши критики, все критики, все критики, все это наши веры, назвали, как говорится Ноем. Так что вот этот весь товар, все эти камни, в общем, собраны. Ну, и благодаря этим камням, можно сказать, я занесен семидной энциклопедией, как самый знаменитый человек в мире. Потому что я оказался первым человеком, который собрал столько много камней, столько камней, именно, больше нету, как говорится. Потому что так получилось, что все началось, как я вам сказал, это маленькая камня. Если у вас будут вопросы по всеми этих камням, любой вопрос вы можете задать, я вам буду отвечать. Вы знаете, она холодная, там, где она выходит, а когда на солнце она кучет, по горячим камням, она бывает все время летом тепло. И вот, босиком вы ходили? Да, 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 да. Бесоком? И поймайте, еще очень полезно, да. Вы же чувствовали, да, на гаде камни. Но они же бывают и острые, и тоже очень. Да, да. Не, 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 эти реки, которые я ходил, не было таких опасных, ни разу еще не видел. Ну, ни разу.